Эту наполеоновскую крепость построили посреди Атлантического океана 200 лет назад, чтобы защитить Францию от захватчиков. А сейчас в ней будет другая битва. 16 современных воинов будут соревноваться в сообразительности, силе и мужестве. Но кто же победит в этой битве? Может быть, одна из сегодняшних команд? Вы готовы? Форт Боярд Всем привет! Добро пожаловать в Форт Боярд! И снова две команды готовы пройти серьезные испытания на ловкость и мужество. Они не знают, что их ждет, они знают только одно – им понадобится вся их сила. Верно, Лора. Итак, наши команды. Серебряные драконы. Моя главная сила в том, что я никогда не сдаюсь. Я готов на все, ничего не боюсь. Мы победим, так что готовьтесь, ребята. Мы пойдем до конца. Супер-драконы! Зеленые ягуары. Я отличный игрок и супер-лидер. Если я захочу, я добьюсь чего угодно. Как бы ни было трудно, я не остановлюсь. Зеленые ягуары пойдут до конца и победят в финале. Сегодня в Форте Боярд зеленые ягуары против серебряных драконов. Приветствую вас, юные войны. Чарли, ты капитан команды серебряных драконов. Чем ты хорош? Я умею руководить, прислушиваюсь к критике, и я прирожденный лидер. Отлично. Джордан, твоя команда готова? Да, у меня сильная воля к победе, отличная команда. Мы все умеем, мы победим. Хорошо, готовы к битве? Да! Каждым шоу командам предстоит пять испытаний. Цель — выиграть ключ. Команде нужно три ключа, чтобы провести максимум времени в сокровищнице. А там они должны собрать как можно больше монет, чтобы прорваться в финал. Итак, битва начинается. Ужасная прогулка. Внимание! Сегодня игра начинается с очень страшной прогулки. Чарльз и Джордан должны вскарабкаться на крепостную стену. Когда они пройдут по узкой платформе на высоте 13 метров над морем и достанут картридж с кодом, их команда сможет достать ключ из ящика. Итак, Чарльз, Джордан — это первое соревнование, и ваш первый шанс выиграть ключ. Что бы ни было, не сдавайтесь и не смотрите вниз. Дракон Чарльз и Гуар Джордан должны вскарабкаться на крепостную стену, чтобы получить первый ключ в соревновании Форт Боярд. Так, ребята, внимание! Ваше испытание начинается! Капитан против капитана, и каждый жаждет выиграть. Они на высоте 13 метров над Атлантическим океаном. Им наверняка страшно. Выступы очень узкие. Идти нужно осторожно, а то выпадешь из игры. Джордан немного впереди, но противник не отстает. Похоже, что Чарльз первым откроет картридж. И Джордан открыл картридж. Но Чарльз его опережает. Дракон Чарльз идет впереди. Ягуару Джордану стоит поторопиться, если он хочет получить ключ. Ребята, внимание! Скоро они будут здесь. Посмотрите на Джордана. Он догнал соперника. Чарльз влез в окно. Джордан прямо за ним. Кто же победит? Вот Чарльз. Он открывает цилиндр, чтобы достать код. А вот и Джордан. Все зависит от того, кто первым скажет код. Четыре, девять, семь, восемь! Два, шесть, один, три! Победит тот, чьи пальцы быстрее! Молодцы! Давайте посмотрим повтор. Я раньше занимался скалолазанием, но это было нечто. Я думал, это легко, я справлюсь, но оказалось не так просто, как я думал. Сначала я очень испугался, было трудно. Выступы такие узкие. Был момент, когда я держался одним пальцем, только одним. Нас разделяли всего три-четыре секунды. Как только я слез со стены, я побежал и очень старался, чтобы код расслышали правильно. А теперь давайте посмотрим на результаты. Это потрясающее начало игры. Серебряные драконы получают первый ключ. Поздравляю, ребята! Драконы! А теперь другое соревнование. Готовы? Да! Вперед! Это соревнование только для вас. За мной! Огромный станок. Сюда! Следующая игра. Как самочувствие? Отлично! Это испытание для одного члена команды. За этой дверью ткацкий станок. Нужно перенести кукурузу в корзинках на весы. Столько, чтобы получить ключ и уложиться во время. Чарльз, капитан команды, кого ты выбираешь? Я выбираю Лору. Лора, ты готова таскать кукурузу? Итак, твое время. Пошло! Давай, вперед! Лора должна наполнить корзину кукурузой и перенести через станок. Давай, Лора! И положить кукурузу на весы, чтобы получить ключ. У тебя много времени. Хорошая техника. Давай! Осторожно! Осторожно, не урони ее! Шагай в самые широкие выступы между веревками. Давай! Отличные советы! Лора быстро прошла между веревками. Отличная техника. Она старается не выронить кукурузу. Отлично! Давай, Лора! Назад, назад! Быстрее! Осталась всего одна минута. Ей нужно пойти обратно и перенести еще кукурузы. Давай, Лора! Чем больше кукурузы она возьмет, тем меньше ей придется ходить через станок. Давай, Лора! Полпути уже есть! Скорее! Давай же! Аккуратнее! Не рассыпай! И помните, она должна взять ключ и выйти оттуда, пока время не истекло. Если будет поздно, ключ вы не получите. Давай, перешагивай! Ты справишься! Осторожней! Время истекает! Не думаю, что она успеет перенести еще. Давай же! Молодец! Почти успела! Выходи! Быстрее! Молодец! Я думала, это будет намного проще. Я сыпала кукурузу в корзины, а она выпадала и оставалось совсем немного. Но, в общем, я справилась. Ребята, молодцы! У вас все получилось отлично! Итак, после второго испытания, один ключ у серебряных драконов. Следующее испытание! Пошли! Комната морщится. Следующее испытание – это борьба со временем и пространством. Имаджин и Саш сейчас войдут в комнату. Задача – найти ключи в лабиринте на потолке. Белый драконом, черный ягуаром. Провести ключ через лабиринт, открыть ящик на полу и достать ключ от сокровищницы. Комната будет уменьшаться, и еще их ждет сюрприз. Итак, вы готовы? Да. Саша и Имаджин сейчас войдут в эту комнату, которая полна сюрпризов. И все для того, чтобы достать ключ. Испытание начинается. Саша ищет черный ключ, а Имаджин – белый. Каждый может достать четыре, но только два из них подходят к ящику. Вон тот, что справа! Давай, попробуй оба замка! Ключ подошел, остался еще один. Давай же! Давай! Пробуй другие! Комната уменьшается. У Имаджин есть ключ, но это не тот. Саш тоже старается, но ключ не подходит. Имаджин получила свой первый ключ, но потолок так низко, и время истекает. Она старается, но... Давай же! Быстрее! Время на исходе! Саш взял ключ. Имаджин пробует другой. Кажется, они идут вровень. Но кто же победит? Снова не подошел. Они ищут еще по одному ключу, но, похоже, слишком поздно. Комната стала совсем маленькой. Как только зажгутся огни, им придется выйти. Пора выходить! Выходите, скорее! Ну что, ребята, как вам? Очень трудно. Никто из нас не достал ключа. Настоящее испытание. Снять ключ с крюка оказалось труднее, чем я думал. Но мы очень старались, у нас почти получилось. После этого трудного испытания никто не получил ключа. Так что серебряные драконы ведут со счетом 1-0. Итак, ягуары, следующее испытание только для вас. Так что вперед! Шатающийся стул. Итак, ягуары, это ваше новое испытание. Джордан, капитан команды, выбрал для него Джозефа. Ему нужно передвинуть металлический стул через этот карниз, подвешенный на высоте 18 метров над землей. Когда он доберется до конца, он должен встать на этот стул, дотянуться до трапеции и дернуть за веревку, чтобы достать код. Важно уложиться в определенное время. Джозеф, время пошло! Запоминай и действуй! Итак, начали! Нужна смелость, чтобы решиться на такое. Это одно из самых страшных испытаний в нашей игре. Чтобы мне не предложили, я ничего не испугаюсь. Я выиграю, невзирая ни на что. Он на высоте 18 метров над землей. Медленно и внимательно двигает свой стул. Он так сосредоточен, знает, что один шаг может сделать. Все испортить. Ты молодец, ты успеешь! Вначале все шло хорошо, когда я двигал стул. Он был немного ржавым, двигался с трудом. Он не только тащит стул, он еще и сражается с сильным ветром. Так, так держать. Теперь ему надо встать на стул. Очень сложный момент. Прочно стоит? Да. Помни, тебе нужен первый ключ. Он не торопится. Стул стоит непрочно. Как и сказано в названии игры. Сможет ли он сделать этот прыжок? Сейчас. Сможет ли он прыгнуть? Давай же! Молодец! Неужели у него получится? Держи равновесие. Невероятно. Дергай за веревку. Остается прокричать код. 5, 4, 2, 1. Скорее, ребята, время идет. Шевелитесь. Всего 20 секунд. Быстрее, быстрее, быстрее. Молодцы! Потрясающе! Все-таки успели вовремя. Итак, смотрим повтор. Когда я был наверху, дул очень сильный ветер. Я подумал, он может меня сдуть. Вся команда кричала, поддерживала меня. Я говорил, я справлюсь, я справлюсь. Ребята, теперь у вас есть один ключ. Смотрим на доску. После блестящего выступления Джозефа результаты сравнялись. По одному ключу у драконов и ягуаров. Ну что, уверенности прибавилось? Да. Итак, новое испытание. Готовы? Да. Ну тогда вперед. Давление. Итак, ребята, сегодняшняя игра почти закончена. А пока у вас есть последний шанс выиграть ключ. Задание очень простое. Перед вами в аквариуме плавает стакан. А рядом лежат монеты разного веса. Каждый из вас должен бросить в стакан одну монету. Команда того человека, после которого стакан утонет, проиграет последний ключ. Ягуар, вам понятно? Да. Драконы, вам понятно? Да. Поехали. Чья команда удержится на плаву? И главное, кто унесет больше монет из легендарной сокровищницы? Итак, последнее испытание на пути к сокровищнице. Обе команды хотят получить последний ключ. Внимание, начали. Чарльз дракон начинает. Он уверен в себе. Следующий Джордан. Джордан, следующий. Не трогай стол. Сильный ход. Теперь Саш. Нет проблем. Вначале было легко, мы просто кидали монеты в стакан, но чем больше там было монет, тем страшнее становилось. Выдержит ли стакан твою монету? Вот Ларе. Все хотят ключ. Не забывай, Имиджин, не нужно торопиться. Хорошо. Очередь Джеймса. Осторожно. Джозеф не верит своим глазам. Стакан почти утонул. Будь аккуратен. Отлично. Стакан удержался. Ягуарам повезло. Посмотрим, что будет дальше. Увы. Драконы утонули вместе со стаканом. Ягуары получают последний ключ. Стакан уже почти утонул, вода была прямо у краев, и когда я положил последнюю монету, она тоже утонула. Я почувствовал себя немного виноватым. Результаты перед сокровищницей. У зеленых ягуаров два ключа, у серебряных драконов один. А теперь в сокровищницу. Вперед! Сокровищница. Итак, ребята, мы на последнем этапе. Не забывайте, это гонка. Нужно как можно быстрее притащить монеты из сокровищницы. Это не просто монеты, это баллы на доске результатов. Нужно три ключа, чтобы провести в сокровищнице максимум времени. Три минуты. Если ключей меньше, полагается штраф. Драконы, сколько у вас ключей? Отвечайте. Один. Один. И сколько у вас? Два. Два. Давайте сюда. С двумя ключами вы будете в сокровищнице 2 минуты 40 секунд. Драконы у вас тоже минус 20 секунд. Но так как у вас один ключ, один из вас войдет на 20 секунд позже. Теперь вот ваши карты. Они вам понадобятся. Итак, приготовьтесь. Держите карты. Ну, ребята, вы готовы? Да. Готовы? Да. Внимание. Время. Пошло. Быстрее. Когда ворота открываются, команды ищут свои символы на щитах, а потом с помощью карт раскладывают их на нужные плитки пола. Потом идут к голове тигра, и если символы на месте, из нее выпадает ключ к сокровищнице. И тогда можно собирать монеты. Когда Лара Дракон входит в сокровищницу, обе команды почти собрали карты. Они очень стараются. Молодцы. Несмотря на штраф, они подошли к головам тигра одновременно. Похоже, карта ягуаров не верна. А драконы... получают свой ключ. Ягуары исправили карту, и ключ тоже у них. Чарльз, давай! Драконы первые хватают золота. Для этого нужны руки. Чарльз первый берет монеты. А вот и ягуары. Не теряйте времени! Ягуары, скорее, скорее! Не пытайтесь унести как можно больше. Хватайте и бегите! Хватайте и бегите! Джордан очень торопится. Бери горсти, беги! Бери же! Каждая монета — это один балл для команды на доске. Чем больше монет они возьмут, тем больше у них будет баллов. Выходите, ребята! Ворота закрываются! Скорее! Они должны выйти, пока ворота не закрылись. Скорее, скорее! Молодцы! Результаты почти равны. Прекрасно! Давайте посмотрим повтор. Мы нашли все кусочки, положили не в то место, и началось. Мы очень старались. Хватали монеты и таскали их. Думаю, результат хороший. Мы старались. Ребята, спасибо за прекрасную игру. Посмотрим на результат. Начнем с драконов. Итак, что у вас? Высыпайте свои сокровища. У них почти поровну. Думаю, да, почти. Тысяча восемьдесят! Отлично, ребята! Неплохой результат. Убирайте ящик. Ягуары. Посмотрим, что у вас. Напоминаю, им нужно побить тысячу восемьдесят. Тысяча сорок. На сорок меньше. Посмотрим, как это отразится на общих результатах. Драконы занимают третье место на нашей доске, а ягуары четвертое. Обе команды дышат затылок гадюкам, которые лидируют. Молодцы! До новых встреч! Форт Боярд прощается с вами. До встречи, пока! Форт Боярд. В следующий раз гадюки встретятся с акулами в форте Боярд. Мы ждали, когда объявят счет. Я подумал, ух ты, я волновался. Даже больше, чем когда был на канате. Мы были уверены, что монет у них больше, но оказалось, что нет. Мы обрадовались. Тысяча сорок. Немало. Минус один человек. Мы все равно победили. Я горжусь нашей командой. На русский язык фильм озвучен по заказу ВГТРК в 2012 году.